добрый день коллеги добрый день все кто подключаются к нам для начала хотела бы уточнить чате кто присутствует из участников слышите ли вы нас видите ли вы на все добрый всем здравствуйте вижу в чате кто-то пишет ура ура все видно слышно спасибо юлия хорошо традиционно у нас на штатных всяких таких мероприятиях священных штату немножко ниже явка чем на популярных направлениях в виде комиксов или того же аудиовизуального перевода но я склонна рассматривать это как то что штат это такая же какая-то очень серьезная взрослая штука нисколько не умоляю достоинств других видов других специализаций перевода конечно же а сегодня у нас не просто елка посвященная каким-то просто работе в штате да мы немножко проанализировав ваши запросы решили осветить подсветить скажем так да один из аспектов работы штатах компании разных компаний работа переводчиков поэтому он елка называется многостаночный и сегодня у меня здесь студии условно говоря присутствует представители разных компаний у кого-то опыт был обширный опыт работы в штате у кого-то он текущий давайте коллеги постепенно представимся здравствуйте всем меня зовут сэпина роман руку и являюсь руководителем группы отдела переводов на мпз о кинеев гор кириши спасибо роман да коллеги добрый вечер меня зовут плагин руководителем переводов в эти компании вот и подписываю в telegram свободное время очень интересно в telegram подписываете иван я слежу спасибо елена всем добрый вечер еще раз меня зовут елена панина я в штате работала долго на заре своей карьеры начала работать сразу на заводе потом проработала на нефтеперерабатывающем заводе долгое время на резидентской нефтеперерабатывающей компании закончила я карьеру штатника в компании которая занимается промышленной автоматизации тоже в этой же сфере и потом ушла во фриланс с такой же специализации собственно забрав с собой заказчика в общем своего бывшего работодателя и так далее в общем нашла новых и в общем работаю до сих пор в фрилансе то есть у меня сейчас 50 на 50 10 лет я проработала с небольшим штате и почти 10 лет уже на фрилансе вот так что могу поделиться опытом с двух сторон прям и то и другое мне очень хорошо знакомые в общем то все понятно очень приятно спасибо большое за представление но меня зовут галина я больше 15 лет работала в штате разных компаний разнообразных плане это была нефтяная промышленность и атомная промышленность но работала я в очень разных попостасях начинала к переводчик второй категории потом все по рангу а табелях как положено тречек первой категории ведущий переводчик и переводчик руководитель группы переводов после чего я ушла в атомную компанию где вообще не было отдела переводов это мне было очень интересная работа которая была связана с тем чтобы создать с нуля переводческую службу и на это у меня ушло еще порядка где-то двух лет после чего также как елена я ушла во фриланс это произошло в 2020 году и так плавно совпало с ковидными временами и соответственно сначала уходом на удаленку а потом уже и чисто вольное плавание поэтому тоже с с удовольствием поделюсь всякими разными своими наблюдениями за работой в штате тем более что видела ее в самых разных проявлениях скажем так елка у нас заявлено как многостаночная елка с чем это связано это связано с тем что штате переводчик как правило выполняет всю работу все что связано хоть как-то хоть каким-то боком хоть каким-то краешком связано с переводом или даже просто иностранными языками это все сразу как правило относится в отдел переводов а поэтому я бы сейчас вот попросила коллег поделиться как у них устроена работа переводческого отдела или перед конкретного какого-то переводчика в целом и из чего скажем так состоит их день на рабочем месте из каких документов из каких задач и так далее давайте его за коллеги если вдруг буду пропадать напишите в чат потому что не уверен под интернет сигнал день владели переводов войти начинается весело он может начаться очень рано поскольку присылает срочные задачи то есть как правило утром я как руководитель смотрю на дашборд смотрю какие задачи у нас в работе распределяем между коллегами это может быть какой-нибудь договор юридический то есть компания тайкишная но в любом случае нужно подписывать договоры с подрядчиками заказчиками часто это иностранные коллеги раньше основном были западные сейчас коллег из китая кореи соответственно им тоже нужно переводить с английского на русский чтобы юристы поняли и все нюансы уловили могут быть техник коммерческие предложения договоры презентации вот как раз срочная презентация только что перед встречи закрывал у нас каждый умеет все то есть предполагается что любой член группы может перевести все что угодно но имеется ввиду в сфере нашей специализации то есть что мы делаем и договоры и бухгалтерию конечно не в том объеме каком это будет аудиторской фирме но тем не менее и начетность пояснительной записки все это присутствует сами технических решений айтишных основном вот маркетинговый материал также есть конечно у каждого есть какая-то специализация по смысле что кто-то умеет что-то лучше чем остальные это уже больше человеческой психологии то есть кто-то очень хорошо переводит маркетинг с русского на английский шикарно кто-то очень хорошо делать с английского на русский технику и я например лучше всего редактирую ребят в основном я редактирую реже перевожу если когда приходит к этой задачи я в принципе знаю кто сделает и лучше всего то есть то делать и быстрее и качественнее но если этот человек занят соответственно я даю задачу другому другое тоже сделает может быть медленнее может быть не так хорошо но тем не менее она будет сделана и поскольку у нас есть система вычетки то есть за каждым переводчиком читает редактор это гарантирует примерно одинаковый уровень качества на выходе коллеги я галина не вижу иногда если вдруг нарушается связь и перезагрузить страницу я может быть не видно на какой-то момент но это значит что я снова подключаюсь и буду здесь то есть просто можно опять перенажать и перезагрузиться и ты вернешься да получается да 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 совершенно верно хорошо да спасибо большое роман поделитесь как у вас на ну у нас по большей части картина схожая по большей части переводчики у нас являются такими универсалами все способны перевести все то есть все полосы взаимозаменяемые за исключением опять таки да там специфики у кого-то лучше получается какие-то коммерческие документы какие-то такие вопросы да юридические вопросы кому-то лучше даются вопросы скажем маркетинга да то есть соответственно тоже происходит выбор специалиста кому-то назначен заказ но вот из непомянутого иваном у нас постоянно происходит смена движения причем иногда настолько резко и часто что доходит до абсурда то есть с утра приходишь у тебя какой-то лежит стандарт там не знаю химии химия сплошная тысячам это переводишь стране веществ так далее буквально там в 10 утра прилетает еще один документ ты начинаешь переводить какое-то там техническое описание бах в 11 срочный звонок побежал на площадку до обеда по работу звонят с обеда прибегаешь а у тебя уже следующий документ финансы что-нибудь такое то есть это абсолютная норма в перемешку с этим у тебя естественно постоянно висит там у тебя просто нужно подготовить документы распознать и так далее ну и еще наверное одно отличие вот от сказанного иваном у нас эта система вычит у нас скажем так за каждым переводчиком закоплена своя личная печать соответственно если документ скажем так требуется да чтобы он был заверен переводчиком мы ставим свою печать туда конкретно этот документ перевел я и у нас налажена обратная связь с заказчиками то есть в том случае если документ действительно важный мы делаем перевод направляем на вычитку ну и если нет комментариев штампуем отдаем уже оригинал собственно заказчику то есть по большому счету примерно так же очень интересно очень интересно елена как было у вас ваших штатных вашем штатном опыте у меня штатный опыт был схож больше наверное с романом потому что может быть из-за того что предприятие были схожи наверное не знаю вот у нас тоже был переводческий отдел и в принципе да в пределах вот сферы своей деятельности мы были универсалами то есть какой-то там звонок или еще что-то любой из нас мог побежать и перевести там этот телефонный разговор или еще что-то документы тоже то в основном но единственное что у нас вот наверное было плюсы был какой я считаю у нас именно в отделе у нас каждый человек выполнял какую-то свою занимался какой-то своей зоны ответственности то есть например за мной был закреплен определенный проект с определенным экспатом с которым я постоянно там допустим взаимодействовала и все что касалось этого проекта приходило только ко мне по умолчанию соответственно там кто-то работала с другим направлением например куда-то выезды какие-то по этой теме или еще что-то это все уходило там к другому человеку ну естественно мы могли друг друга заменить если вдруг там болел командировка отпуск и так далее но в основном вот как бы было принято такое разделение это очень помогало потому что было как облакать предсказуемость по крайней мере вот плюс при работе допустим с людьми которые приезжали к нам мы уже примерно понимали там что вот этот там гость он как он разговаривает и так далее там чего от него ожидать ну то есть вот это вот фактор предсказуемости он в принципе был важен немножко снимал стресс скажем так такой какую-то часть стресса убирал из рабочего процесса что касается каких других обязанностей у меня например была закреплена за мной не так как я была девочка и у меня была склонность к делопроизводству и за мной была закреплена обязанность как-то систематизировать разные там какие-то счета от поставщиков от заказчиков от аутсорсеров переводчиков и так далее то есть вот такая тема была плюс я немножко была вовлечена в процесс отгрузки полиграфии покупателям поставщикам вернее поставщикам а заказчикам вот потому что через переводческий отдел у нас осуществлялась функция еще распечатки вот этих вот инструкций там договоров каких-то еще чего-то в общем что-то там надо было кому но это уже не на нефтезаводе а потом уже позже вот на нефтезаводе у меня была тоже такая вот как бы как вот у романа писал примерно такая же движуха постоянно вот но такого какого-то особого напряга не было честно говоря с тем чтобы вот я чит еще обязанности выполняла наверное нет в целом чисто переводческая работа просто очень разнообразная скажем так очень интересно да я в принципе считаю что это один из плюсов работы что можно вот тут попробовать буквально все залезть в каждый уголок деятельности компании изучить все процессы и этим отличалась вот работа когда у нас была группа перевода в научно-исследовательский институт который занимался вопросами разведки и добычи и я считаю что это такой элемент везения в моей жизни был потому что я туда попала и не знаю я все время люблю говорить что если бы я зашла в тот момент в какую-то теоретическую бюро я была бы но прелесть научного института была именно в том что можно было входить вот буквально в каждый процесс то есть начиная от разведки нефти и все исследования которые еще и до обнаружения нефти и заканчивая подготовка нефти к транспортировке на НПЗ вот это вот все да оно все постепенно постепенно удалось это пройти и никогда не было такого чтобы за нами закрепляли скажем так вот ты занимаешься идеологией ты занимаешься транспортировкой ты занимаешься строительством нет все всегда взаимозаменяемы и да в штате всегда в большинстве случаев в общем то есть какие-то дополнительные как задачи что ли то есть вот кто-то у нас допустим вычитывал те материалы которые готовились к публикациям как у Елены да то есть всякие брошюры все что готовилось на английском языке это все обязательно получало проходило через наши руки да все договоры все все что касается какого-то рекламного обеспечения все что касается обслуживания наших специалистов которые уезжали в командировки потом поскольку это был научно-исследовательский институт наши же ученые публиковались естественно публиковали в зарубежных изданиях и конечно же эти статьи переводили тоже мы то есть это был такой скажем так момент престижа что ли да что научно-исследовательский институт обладает собственными возможностями чтобы полностью отслеживать публикации своих ученых зарубежных изданиях и это тоже это совсем другое тоже не проектные документации даже и не договоры и не бухгалтерия но и плюс еще и перевод научных статей самых разнообразных из интересного вот из того что возможно отличается от других каких-то работ в штате у нас раз не верят вот группа перевода она была прикреплена к отделу зарубежной информации а этот отдел он входил в подразделение так вот так называемое библиотечное дело или как так называлось у нас я даже сейчас не вспомню но да то есть это была целая библиотека и а библиотека они же самостоятельно выполняют лучше своих каких-то функций они занимались публикацией в том числе и еще они раз в две недели делали так называемый день крытых дверей библиотеки день информации они выставляли всякие новинки они естественно закупали и книги и журналы и любой ученый любой специалист вообще компании мог придя на этот отдел заказать на перевод какое-то издание или статью или может быть главой книги то есть этим тоже занимались мы то есть это вот был такой перевод с английского то что нам попадало что называется ну и конечно же когда приезжали делегации из других стран тоже этим всем занимаются переводчики сказать чтобы мы были закреплены не было такого потому что опять же переводчик тогда просто попадал на все то есть мы мы встречали их в аэропорте в аэропорту мы естественно забирали их на автобусе из гостиницы привозили к нам переводили их доклады переводили все дискуссии шли с ними на обед переводили там а потом они еще немножко работали и через какое-то время вечером естественно какая-то программа тем более что у нас офис находился прямо буквально в одной остановке вот монумента родина-мать поэтому ее экскурсию по родине-мать ну я знаю как свои пять пальцев потому что это первое место куда вели собственно говоря вот ну и конечно от этого возникает такое ощущение что ты действительно многостаночник то есть вроде как она и есть вот эта вот специализация но сказать что я занимаюсь только нефтегазовым переводом я этого сказать могу я могу это сказать сейчас когда я филансер и у меня есть воля скажем так что-то какие-то заказы брать а какие-то не брать а работая в штате такого не было я вижу у нас уже организуется прекрасная живая дискуссия в чате что бывает если коллега уходит в декрет распределяет между остальными сотрудниками отдела либо берут нового человека у нас дважды уходили девочки в декрет две девочки уходили одна девочка одну девочку заменяли мы полностью то есть мы как-то распределили всю эту нагрузку и получилось на целую группу не так сложно а вот когда еще один сотрудница ушла в декрет вот да тогда мы взяли еще одного человека как правило это бывает этот трудовой договор так и заключается на время замещения человека пока тот в декретном обыске находится вот скажите коллеги а вы когда устраивались вот на работу вы так себе представляли что все и будет вспомнить как вы представляли себе это Елена я в общем да да я так себе представляла примерно когда я устраивалась на работу первый раз в штат я вообще стремилась куда угодно лишь бы работать чисто переводчиком потому что я не хотела работать с никем больше никаким там личным помощником секретарем и так далее вот и в целом у меня были представления такие достаточно идеалистические работе переводчика что я вот сижу пишу что-то потом это все куда-то отношу но в целом у меня в принципе первая работа такая была примерно вот потом уже когда опыт пришел какой-то более-менее такой обширный стало понятно что это не совсем так но и как бы и сил стало больше и ресурсов у меня на то чтобы справляться с какими-то ситуациями другими следующая моя штатная работа тоже была такая примерно отвечала моим ожиданиям вот если меня кто-то спрашивал о том как это вот работать там допустим в штате или не в штате я всегда говорила что это круто потому что мне нравилось мне всегда нравилось в штате единственное что мне не нравилось это вставать в 7 утра каждый день все в общем-то остальное было всегда очень интересно вот очень интересно Иван я вижу вы хотите поделиться как вы себе представляли работу я себе вообще не представлял то есть у меня не было никаких ожиданий ни в первый раз ни во второй ни в третий так уж сложилось все это было очень случайно то есть когда я устраивался на первую работу в бюро переводов я еще был студентом в четвертом курсе и в принципе людям был нужен постоянный человек на полный день а я мог только два-три дня приходить после пары и переводить что-то мне дали тест я его сделал меня взяли зачем взяли почему взяли я до сих пор не понимаю вот то есть я рад что это случилось вот на второй работе тоже у меня не было каких-то это была аудиторская фирма мне дали тесты как сейчас помню была дебюторская задолженность по финансовой аренде я совершенно не понимал что это вообще вот я сидел над этим нечастным абзацом два часа может меня за упорство взяли тогда вот а когда я устраивался войти 13 лет назад меня спросили а что ты вообще пришел у тебя никакого релевантного опыта нет а у меня его и не было я говорю а что такого сказал я сделал опять-таки тест сделал его неплохо и вот так вот я войти то есть у меня не было каких-то представлений я даже не думал о том нужна была просто работа вот нужно там семью кормить условно говоря устраиваешься потом как-то происходит процесс нарезание новых извилин по головному мозгу вживую вот это довольно больно по первости а потом вроде ничего так то есть когда я пришел войти первые не знаю пять месяцев мне досталось и вы уйдите тоже мне досталось но потом если ты как котенок выплываешь из этого то нормально то есть не знаю были между нет не было ожидания все было как а почему бы нет ну не боги горшки обжигают почему бы не я вот то есть я никогда не думал о том что я недостаточно хорош или там ничего не знаю хотя я был действительно недостаточно хорош я ничего не знал вот но какие-то общие вещи мне кажется есть есть конечно глобальная разница между художественным переводом и например там отраслевым технически но в принципе в отраслевом переводе общее правило хорошее природа они одинаковые независимо от отрасли то есть человек может страдательным залогом переводить и в нефтегазе и войти и там в химии это будет скорее всего плохо везде вот или может не переводить страдательным залогом будет чуть получше соответственно когда какие-то общие правила есть в голове то это даже если ты отраслевую специфику пока еще плохо понимаешь вот так что такие вот отсутствие ожиданий и вообще заниженные ожидания это добро для человека я уже для себя понял независимо от чего бы это ни касалось хоть работы хоть путешествие специально занижаю ожидания чтобы потом получать удовольствие от процесса если у меня будут они завышенные даже если будет очень здорово я просто не смогу это оценить и порадоваться как мне повезло спасибо ну тогда позвольте и я расскажу у меня получилась такая ситуация интересная у меня одновременно мои ожидания и сбылись и не сбылись абсолютно звучит немножко странновато но мне довелось после третьего курса поработать немножко на МПЗ непосредственно вышло два с половиной месяца у нас там ввелся пусконаладка комплекса велась вот такой вот скажем так еще совсем зеленый парнишка пришел на завод завели в какие-то огромные цеха ну и давай переводи что переводить кому переводить что вообще происходит ну ни черта не понятно но опыт прям настоящий такой драйвовый и мне вот это прям очень понравилось то есть вот так вот скажем так первый свой опыт два с половиной месяца и проникся этим духом наверное это какие-то именно что машины цеха везде оборудование кипит работа просто народ везде ходит постоянно движение и мне показалось сначала что блин ну наверное так мы и будем работать в дальнейшем закончил вуз пришел устраиваться на это же предприятие и наверное первые месяца три или четыре просто сидел постоянно в офисе какие-то документики там постоянно менялись то какие-то счета перевести то какие-то квитанции подсунуть то вроде бы какие-то технические такие переписки небольшие немножко может быть технологии потом хоп опять послали на площадку на три недели и вот опять возвращаешься в это русло и вот наверно такие колебания между тем что абсолютно сбылись ожидания и абсолютно не сбылись наверное длились первых года четыре вот постоянно в таком немножко непонимании все закончилось тем что нас свез именно уже пуск очередного комплекса и ну фактически в офис я не возвращался полтора года полтора года постоянно площадки вот с тех пор скажем так мои ожидания вот ровно наполовину сбылись и не сбылись сидим с нетерпением ждем дальнейших строек и к сожалению проводим все этого ожидания в офисе ну то есть у вас прямо вам нравится в полях что называется да ну мы так называли работа в поле да я была наверное очень наивна по выпуску из университета потому что либо это связано с особенностями того как нам преподавали я искренне считала что переводчик это изглавили переводчиков либо тот кто все время на конференциях наушниках синхроник постоянно просто не полезая из этих кабин синхроник либо тот кто буквально как книжный червь где-нибудь в патентном бюро переводит какие-нибудь очень важные там моды ну и конечно же было еще какое-то представление о работе художественного переводчика но поскольку я еще в институте отмела для себя такой формат работы мне очень не нравился художественный перевод и я даже не знаю найду ли я когда-нибудь в себе силы скажем так хотя бы даже попробую но тем не менее я твердо для себя отмела переводы художественные и я думала что узкий перевод и письменный перевод каких-то статей контентов что-то еще что-то еще такое очень серьезное и техническое то есть я совершенно не думала о том что в компании существует куча дополнительных бумажек которые тоже переводятся которые тоже нужны да я думала что есть перевод договоров но этим занимаются какие-то другие переводчики не те которые работают в компании это конечно же все благополучно у меня развеялось в ходе работы но когда я попала в научно-исследовательский институт мне дали сразу переводить статью по геологии поэтому мне казалось что все мои представления прекрасно оправдываются то есть мне дали статью по геологии я ее перевела ну как смогла тогда после института ее прочитал главный геолог компании сказал хорошо в принципе можно брать меня взяли но вот я еще относилась поскольку компания с очень жесткой корпоративной структурой это все таки вертикально интегрированная компания я в общем то ну застала такой момент что за мной закрепили переводчика который был моим наставником и полгода он полностью курировал всю мою работу подсовывала мне тогда вот Татьяна Александровна всякие сериалы почитать рассказывала какие документы бывают но у самой у меня в принципе были только только всякие статьи именно на научный журнал поэтому конечно же когда пришло первое устное задание меня это немножко потому что я совершенно не представляла о чем пойдет речь и как-то почему-то не было настроено в компании чтобы нам предоставляли материалы заранее а это была конференция по сейсмическим исследованиям то есть это сейсмик это такой подраздел в котором работающие геологи говорят не я в сейсмику не полезу там у меня своя свадьба я не буду этим заниматься а мы как переводчики старались поймать это все конечно же и это было это был опыт это был действительно опыт это был с какой-то стороны конференц перевод потому что я устно переводила доклады иранских специалистов и соответственно с русского для иранцев переводила наши российские доклады и тут еще был такой важный аспект с которым про которые мне рассказывают институты когда ты не просто переводишь всю предметную составляющую но ты еще и немножко адаптируешь свой язык под то чтобы иранцы тебя поняли потому что они не настолько хорошо владеют иностранным языком как хотелось бы наверное как допустим это было с какими-нибудь шведами с американцами и вот эти вот дополнительные сложности они меня немножко вывели из глии но тем не менее то есть тоже постепенно постепенно я втянулась и я очень рада что был вот этот вот элемент погружения скажем так более-менее плавного в виде наставничества у вас как коллегия было такое не было какой то есть вводный курс бойца ну как я сказал у нас принято что все всех вычитывают то есть независимо от того кто сделал младший переводчик или там руководитель группы его перевод читается поскольку все люди и всем свойственно ошибаться улетать по смыслу делать опечатки то есть меня читали очень интенсивно там три года наверно кукой войти я имею ввиду да и сейчас в принципе когда я делаю перевод я прошу меня вычитать то есть это совершенно нормально и меня правят у меня с этим никаких проблем нет то есть каждый человек который переводит он понимает что за ним пойдет редактор ему немножко легче у нас например сейчас идет большой проект по внедрению на ERP у заказчика и там много последовательных устных переводов так уж случилось что я на них хожу и тут получается пишут в чате что поле это локализация по то есть мы локализуем их ПО добавляем что-то туда и благодаря тому что я хожу на эти устные встречи их довольно много я очень сильно погрузился в тему а поскольку айтишники довольно часто пишут витиевато мягко скажем да и сложно понять что они вообще имели в виду то благодаря этому погружению получается я могу править своих коллег совершенно на другом уровне то есть я вижу не то что написали там технические консультанты а то что они хотели написать и уже практически нострадамус играя угадывая где-то 95% случаев и переписывая полностью перевод потому что он физически не соответствует тому интерфейсу или той ситуации какой-то бизнес-процессе которую я видел воочию который мне показывали вот соответственно коллеги удивляются ну что делать а в другой какой-то сфере у нас все-таки есть какое-то разделение то есть человек который занимается там переводами требующими материального заверения в основном он ими занимается то есть я могу этим заняться но я отдаю наводку на эту область чтобы себя разгрузить и человек чувствовал себя более значимым вот то есть его можно мы его подсчитываем иногда да они нас подсчитывают и вот так вот друг друга все страхуют получается еще страхуем сверху авторов текстов потому что переписываются по итогам перевода исходные тексты тоже ну если они там физику явно нарушили нужно его установить то есть это такая работа ну переводческая в принципе но немного выходящая за ранки того стандартного представления переводе которое может быть когда ты перевел прислали тексты перевел отдал а тебе прислали тексты а там неправильно или там явно что-то не то и ты не можешь просто так перевести и отдать неправильно ты же знаешь что это неправильно и заказчик будет возмущаться соответственно идет тоже работа общение дополнительное с авторами и вы как бы вместе пересосоздаёте текст и русский и английский даете ну более качественный текст и тот и другой таким образом получается переводчики они ну выходят за рамки своих наверное обязанностей ввязая в текст исходника и общаясь с заказчиками с авторами но при этом дают больше ценности бизнесу а фактически перевод как любая другая функция в компании в штате именно ее цель же не перевод как таковой а возможно вам нравится переводить ну хотелось бы верить и вы получаете удовольствие но цель вашего перевода в том чтобы ваша компания заработал больше денег вот или чтобы у вас были более эффективные выстроенные отношения с заказчиками или с подрядчиками соответственно чтобы они были с вами а не с конкурентами и это одна задача перевода как собственно других функций то есть если спикер идет на конференцию основная задача чтобы его слайды были красивы чтобы это зацепило то есть вы как в команду поддержки работаете и когда ты понимаешь что перевод в штате это не про перевод не только про него а в принципе глобально для компании про выручку например то есть бауэффект больше денег либо про наоборот снижение затрат если вы понимаете что этот документ не нужно очень глубоко вычитывать или очень подробно переводить тщательно потому что его просто подложат в тендер и все вы не тратите на него пять дней тратите один тем самым экономите деньги компании вот то есть это немножко другой уровень понимания задач переводчика возможно это именно штатная специфика про это я точно на входе не думал спасибо спасибо да это очень ценная информация потому что об этом в принципе сложно подумать изначально то есть мне кажется можно прийти к этому процессе рассуждений но вот и романы и романы и мой частичный это все-таки штат компании где есть переводческий отдел да как быть если ты один в поле воин и ты в компании один да немножко перепутали я сейчас не хотел тогда отвечать даже боюсь представить как кого-то на самом деле оказаться одним в поле воин а у елена у вас был такой опыт чтобы вы были одна да у меня на на нефтезаводе был такой опыт но он скорее наверное такой как бы я была там не одна конечно вот там у нас был переводческий отдел но я работала конкретно не в переводческом отделе а в экономическом департаменте и в экономическом департаменте я была одним переводчиком которому летела вообще все с этого экономического департамента и я ну тут еще тоже вопрос ожидания кстати когда я туда устраивалась я перевозил тестовое по какому-то там материальному балансу что такое там было много экономики очень в итоге я в основном 80 процентов моя работа была не экономика и не юридичка и ничего больше но какие-то обоснования вестпроектов по всем абсолютным направлениям работы завода то есть это вообще вот и в этом плане я получала обратную связь в основном то есть у меня как бы как такового наставника никакого не было но были люди вокруг меня в коллективе которые немножко уже там ну кто-то что-то соображал в общем то есть я могла всегда проконсультироваться с кем-то вот то есть допустим я не знала там как будет там бензол там по-английски или что-нибудь еще и всегда находился кто-то кто мне мог подсказать либо может быть я что-то не понимала в принципе там в процессах или в установках или еще в чем-то тоже всегда были инженеры под рукой потому что все экономисты которые там работали они все были со специальным таким образованием как правило то есть это все были не просто экономисты 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 именно в сфере там есть переработки они все там разбирались в этом очень хорошо вот и это было очень полезно для меня первый второй год я работала просто ну очень вот кто-то из коллег упомянул что там был какой-то там документ простецкий на котором ты сидишь там два часа вот у меня примерно такая же картина была вот но эти два часа я проводила с пользой потому что я всех дергала вокруг и в общем потом это мне воздалось в торице потому что погружаешься очень хорошо в тему вот а потом на каких-то совместных мероприятиях можно было пообщаться с коллегами переводчиками тоже ну из нашего завода тоже и с московской там головной компании приезжали и в общем то такая вот была у нас интересная такой интересный уровень взаимодействия было когда обратную связь я получала например больше в начале не от своих коллег именно а от специалистов профильных вот уже что касалось там поиска конкретной информации именно по там теме ну конкретно переводческой моей там терминологии и так далее ну это все конечно интернет помогало так в принципе какие-то формы там профессиональные еще что то тогда этого чего-то не особо много было но все-таки было вот плюс у меня была пара знакомых просто моих там бывших однокурсников кто работал тоже в этой же сфере и можно было как-то сконтачить и с ними пообщаться вот а вот уже вторая моя штатная работа где работала про промышленной автоматизации там у нас был действительно наставник можно сказать это мой начальник был начальник отдела нашего переводческого он тоже меня учитывал какое-то время потом бросил вот и в общем потом мы просто вот среди коллег это конечно гораздо проще что-то обсудить добиться какого-то интересного варианта может быть когда там одна голова хорошо 4 лучше например и так далее вот в этом плане конечно ну и плюс тоже опять же инженерный состав тоже помогал конечно который работал с нами бок о бок вот вот как то так у меня тоже сейчас такая ситуация вроде я один в полевой на вроде нет то есть она такая амбивалентная и тут есть и плюсы и минусы то есть в том проекте который сейчас идет у нас около десятка команд внедрения они делают разные модуль каждый свой вот а я там получается выделенный переводчик на этот проект то есть на всех встречах перевожу я и очень много экспатов которые ко мне привыкли и у нас с ними отношением и там кофе пили вообще соответственно очень просят чтобы приходил именно я на эти встречи а после них большой объем технических документов идет то есть поскольку мое лицо там присутствует регулярно все эти 12 команд там 10-12 команд они все документы пуляют меня и как бы их очень много я такая единая точка входа с одной стороны для делать хорошо потому что не пуляют каждому только у меня это идет и я уже распределяю внутри себя и плюс когда у ребят есть вопросы они все их агрегирует меня а я уже раздаю отдельному консультанту потому что я знаю кто в каком модуле разбирается и вроде это удобно всем и вроде у меня ребята помогают но временами кажется что ты один в поле и когда тебе присылают большой документ один модуль они же не знают что три других тоже прислали большие документы им принципе все равно как там у соседа дела обстоят то есть сделать сделай вот это вот и все это уже пытаешься с ним договариваться что ли ребята вот тут кто из вас важнее у нас была забавная ситуация когда один день был просто весь весь день один сплошной обрал и человек прислать говорит это срочно потом это срочно важно мы отбрасываем срочно делать срочно важно и потом через два часа уже пока не меня выписывать это важнее всего остального бросайте в общем то мы так вот бросили и делали вот это все вот так оно бывает пока галины ждем я отвечу на вопросов ксения написала какими компетенциями необходимо было переводчику доверяйте на самом деле все просто наверное то есть когда вы переводите какой-то текст а войти вы переводите не только технический текст на юридические маркетинговые очень важно когда вы сделали перевод посмотрите на него все ли вам в нем понятно он логичный прозрачный то есть красивый или там что-то странное вот мы тут недавно искали себе человеков команды у нас был тестовое здание где было что-то странное вот люди переводили вот это странное оставалось в переводе и все или это было что-то смешно когда ты перевел особенно маркетинг с английского на русский в английском немножко сниженный пафос и когда они там говорят допустим про глинобитные машины и про царство у тебя получается просто защиты и бизнес и все а если ты этот пафос переводишь с английского в том же виде в русский никак не дозирую это очень смешно получается сейчас перевел текст он смотрит такой такие рыцари ну понятно у нас был текст про программы вымогателей там суть в том что защитите свой бизнес до современных кибер угроз и автор этого текста он брал такие метафоры вот ваш бизнес это замок там дворец вокруг него враги нужно сделать ров с кипящей смолой так прям было написано буквально если вы все это перенесете в русский текст и русский читайте просто рассмеется вам в лицо то есть нужно это адаптировать соответственно эти переводе ну в принципе перевод для меня если вы перевели смотрите смешно или там как-то непонятно странно черта что происходит непонятно что еще вылезает значит вы что что-то упустили вот а многие переводят оставляют эти странности идут дальше вот если вы эти странности не оставляете да да допиливаете их доходите до той ситуации когда вам как простому обывателю понятно что происходит что в текст вообще вот тогда ваши шансы по сравнению повышается вот то есть это такая ситуация то есть у меня мы коллега который со мной сейчас работает уже пять лет мы когда ее брали она делала тест я спросил как ты делала самый сложный кусок который многие просто проходят даже не понимают что он самый сложный они проваливают его полностью идут дальше не понимая вот что вот здесь вот бомба и они подорвались она говорит я вот сделал посмотрел блин смешно пошла покурила показала маме мама сказала фигня пошла еще подумала еще раз сделала еще раз покурил показала маме попила кофе вот так вот она сидела этот день над кусочком в семь строчек маленький такой абзац вот но когда мы увидели ее тест мы сказали это надо с руками отрывать просто потому что она да это было долго но человек проявил волю к победе да вот эту внимательность чуйку переводческую он понял что это мина сейчас люди не понимают что это мина рвутся идут дальше вообще большинстве своем то есть 90 процентов людей которые переводят по крайней мере тесты они просто не понимают где самое сложное вообще они просто этого не видят спрашиваешь человека что было самое сложное вот это а вот этот фигня и сделал просто вот а если вы чувствуете что а и что-то здесь не то что ты мне как-то это кошки скребут наверное не совсем автор дурак наверное я просто что-то не понял не додумал не докрутил вот идете на пробежку возвращаетесь уже мозг включается тогда да тогда вот вы можете начать перейти ну как и в любой другой сфере наверное роман как в нашей в технической сфере ну в нашей технической сфере все достаточно неоднозначно скажем так ну с одной стороны да можно закончить вуз можно депланированный переводчик пойти работать и скажем так очень быстро пожалеть в своем таком скоропостижным решение с другой стороны ну как мне кажется наверное тут важнее всего вообще в нашей сфере это наверное способность переводчика впитывать любую информацию в себя как губка просто абсолютно то есть да конечно хорошо допустим если знаешь как перевести там какой-то оборот двадцатью способами ну классно но способ может хватить и одного главное что ты должен уметь абсортирует информация очень быстро чтобы понимать о чем ты говоришь возможно это или нет то есть прежде всего будут вот эти наверное определяться в нашей сфере также из компетенций ну наверное я бы мог отнести это наверное эрудицию до переводчиков потому что но опять таки как мне кажется в работы в компании да и переводят тексты широкого профиля у тебя и кругозор должен быть тоже достаточно широким чтобы просто понимать что в какой-то момент это написал что-то странное или текст вызывать какие-то вопросы вот в принципе достаточно часто появляются тексты которые можно перевести вообще не задумываясь вроде вы пишешь 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 и все текст ложится прям все идет просто шикарно но вот то сказал его низкая-то чуйка да что-то вот не дает покоя и ты начинаешь более подробно до изучать текст и возникает вопрос что это не стыкуется не скажем так вроде бы с позиции название текста не с позиции там смысловой до общей тексте не даже с точки зрения каких-то общих их фоновых зданий то есть это одна из неотъемлемых мира вещей в нашей работе да да иван хотел хотел просто роман как раз дополнить примером из жизни и раз уж про технический перевод говорим вот была фраза мы спроектировали иммигрировали хранилище данных все ну то есть что мешает перевести там вы дизайн дэнта мигрейте например да эти вы хавос не проблема вообще и скорее всего никаких у вас кошек не заскребет нигде но ты начинаешь ее раскручивать думаешь хорошо а зачем нам проектировать а потом мигрировать не проще ли сразу в целевой инфраструктуре это дело установить мы сэкономим на миграции на кой это вообще делать это нелогично и начинаешь спрашивать у автора слушай а чё там было а затем проектировали а почему у нас вот старые хранилища что плохие и вы разворачиваем эту фразу и получается что у нас были старые хранилища они были на такой технологии ну там не знаю на террасов например да а мы хотим новые хранилища более быстрые чтобы они справлялись нашими объемами данных на ходу то есть что мы сделали мы спроектировали новые хранилища хорошо а что с миграцией нам же нужно мигрировать перенести данные процессы со старых хранилищ на новые да конечно нужно и вот теперь эта фраза мы спроектировали иммигрируют хранилищ превращается мы спроектировали новых хранилищ на конкретной технологии и перенесли данные процессы со старых хранилищ на новые Вот. И это вот уже, у этой фразы смысл есть, например. А у первой, какой бы она красивой ни была, смысла нет. Вот. Да, спасибо. Ну и дополню тоже отличный пример. Скажем так, сотрудничаем с ВУЗами, да, то есть проходят у нас практику студенты. И вот мне очень запало, скажем так, прям чуть ли не вырубилось на подкорке такое чудесное слово, как икерозин. И вот при проверке работ, я уже, скажем так, понимал, насколько хорошо человек вник в тему буквально с третьего слова в документе. То есть там идет, значит, у нас название документа, это нулевые выбросы. То есть это абсолютно эко-френдли. И если человек приводил это как эко, ну под эко-топливом, да, у нас понимается все, что угодно. То есть это биодизель и так далее. Ну то есть человек даже не стал копаться и просто по аналогии что-то перевел. А это оказывается электрокеросин. И электро обозначает именно специфику производства данного топлива. То есть, чтобы просто перевести одно слово, буквально третье слово в тексте, в первом задце, необходимо потратить там как минимум полчаса, час, чтобы найти какие-то источники информации по данной теме. То есть вот нужно уметь копаться. Уметь копаться и вырабатывать свою переводческую чуйку. Очень интересно. Ну вот смотрите, мы сейчас вот все с вами тут, да, сейчас профессионалы такие сидим с 10 с лишним лет, 10 плюс лет опыта. И мы примерно понимаем, в какую сторону, где можно что покопать, можем предположить, что где-то что-то не так. А как быть вот тем, кто? Вот ты приходишь в штат, ты не работал ни в нефтянке, ни в IT, нигде. С чего начинать-то, собственно говоря, вот эту вот работу, да, Роман? Ну, собственно, мне кажется, что вообще в самом начале, да, какого-либо такого пути, может быть даже просто смена движения, да, переводчика, смена тематики, это, наверное, ну, по крайней мере, как мне кажется, это нужно стараться подходить к своему переводу максимально критично. Ставить, ну, прям в прямом смысле ставить себе вопросы. То есть может ли это быть, так ли это является, и искать какие-то подтверждения, да, своему переводу. Затем уже какие-то ошибки будут со временем отсекаться. Обязательно, наверное, мне кажется, как мне кажется, нужно вводить несколько этапов самоконтроля, самовычетки. То есть особенно вот на первых порах, первый долгоиграющий документ я фактически 4 дня потратил только на то, чтобы вообще найти хоть какую-нибудь информацию по данной тематике, поскольку я вообще на русском это такое впервые услышал в своей жизни, да, и только благодаря каким-то фоновым знаниям я мог каждое предложение, каждый выбранный мой термин задать какой-то критический вопрос сам себе, а может ли это быть так и здесь? То есть вот только развивать такую привычку вырабатывать и уже с ней в дальнейшем идти по жизни. Лен, как у вас было на заре карьеры? Что помогало? Не бросить руки в техническом переводе? Ах, Елена, выкинула? Или здесь? Да, что-то меня, да, меня что-то тут... Ну да, помогало меня, мне помогло мое образование, я вот что хочу сказать. У меня преподаватель в свое время очень четко нам дал такую как бы установку, с которой он нас выпустил в мир, что главное это уметь искать информацию. Это как раз то, о чем говорил Роман и Иван тоже, о том, что надо копаться, сидеть, что-то искать, не просто там вот перевел и все. Важно еще, что вот это такая интересная вещь, которую я, кстати, часто, вернее, не часто, не часто встречаю у молодых специалистов, скажем так. Это вот эта чуйка, которая, когда тебя что-то именно настораживает в тексте, часто это отсутствует почему-то, я не знаю. То есть ты думаешь, почему человек не посмотрел это слово, не проверил себя, а ему даже это в голову не пришло, потому что он не видит ничего такого необычного, то есть это для него как бы нормально. Я не знаю, почему это, в общем, ну не знаю. У меня в свое время была такая очень самокритика высокая в себе. То есть я была очень горда собой, что меня взяли на такое предприятие. Вот, и для меня было важно, я бы такая перфекциониста всегда немножечко была, не ударить в грязь, так сказать, лицом. Вот, и я была очень-очень к себе критична. Я проверяла вообще все, там каждую буковку, запятую, все-все-все, прежде чем что-то куда-то отправить. Только года через два или три меня отпустило немножко, вот когда уже там какой-то опыт появился. Вот, в то же самое время мои ровесники, которые работали со мной, у них тоже была такая черта, вот когда вот это вот все вот очень на таком хорошем уровне. Ты стараешься добиваться чего-то хорошего, прям качества прям такого. А уже вот лет через там пять-шесть стали приходить выпускники, которые немножечко уже так вот более расслабленно относились к своей работе. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, может быть с тем, что больше информации стало, может быть больше помощников в работе появилось в плане там и словарей, и автоматизированных каких-то способов перевода и так далее. Вот. У меня, например, до сих пор осталась привычка там, то есть я одно слово могу там полчаса колупать, искать там контекстуальные совпадения, там погуглить, там сто пятьсот разных хитов найти, и все равно не поверить. Вот. А вот сейчас, не знаю, ну, есть люди, которые работают так же, но не знаю, не все, не все. Ну, и такой кайф испытывать от того, когда вот ищешь, 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 ищешь. Это был какой-то, может, так, наркотический кайф, но почему-то вот хочется сравнить именно с этим, то есть что вот это такая эйфория от того, что вот оно. То есть это именно когда ты нашел именно тот самый вариант. Тот самый. То есть то, где-нибудь, где эта новая технология, где-нибудь, где она не описана, но ты все равно по крупицам собрал это знание, ради верности спросил у спеца, он сказал, слушай, а и правда? Да. И вот это, конечно же, совершенно особый кайф, который вот очень классно действует и за заводим. Иван, поднимали руку. Да, я хотел сказать, просто, не знаю, как у вас, коллеги, у нас у тебя нет возможности 4 часа искать термин. У тебя просто нет времени на это. Вот. То есть обычно сроки довольно жесткие. И в чем плюс работы в штате? Мне нужно 2 звонка, чтобы найти человека, который мне объяснит. Вот. Когда какая-то новая технология выходит, и нужно ее переводить, а это происходит практически каждый день, я просто иду в запишущий департамент, пью кофе с человеком, или еще как-то, или если он текстный писал, ты суй вводом. Загрудки условно. И он мне рассказывает. То есть, с одной стороны, я его текст улучшаю, исходя из своих каких-то представлений, так, Иван у нас пропал. Да, Иван отключился. У меня располагает связь. Ну, что не знает. И у меня один раз было семерку пожать, и чтобы узнать что-то. Вы здесь, все хорошо, Иван. А сейчас? И сейчас. Сейчас есть, да. Вот если у меня была ситуация, сейчас у меня была ситуация, когда нужно было семь рукопожатий, чтобы узнать. То есть, выпустили ребята что-то 4D. Вот. Что такое 3D мы знали, а что такое 4D мы не знали. И вот семь человек мне последний сказал, что 4 это время. То есть, мало того, что объемная у тебя модель, еще она меняется во времени, допустим. Вот. Это... А вот по поводу того, с чего начинать все, вот был разговор, мне кажется, самое главное, это обратная связь. То есть, нужно прилепиться к какому-то наставнику, либо в какой-то проект, где тебе будут давать обратную связь. Это прям архиважно. Потому что, когда ты делаешь сам и перепроверяешь на ты сам, ты... Вот уровень качества, он твой уровень качества. У тебя нет понимания общего уровня. Тебе не с чем сравнить. Тебе нужен другой мозг. И лучше, более опытный мозг, который тебе направит. То есть, ты можешь проверить все, но при этом твоя проверка будет на уровне переводчика один год опыта. Поэтому очень важно именно, почему штат хорош. Потому что, когда у нас мы работали с фрилансерами, я даю фрилансеру работу просто потому, что у меня нет рук. Я экономлю 2-3 часа, 2-3 дня своих ребят, отдавая работу фрилансеру. Он ее делает. Он ее делает средненько. Я переписываю половину. Но я ему не показываю, потому что у меня нету задачи прокачивать фрилансера, например. Вот. И фрилансер часто не получает этот аппарат. Он думает, что он молодец, потому что он в следующий раз получил заказ опять от компании. Он думает, что все круто. Но на самом деле, он его получил просто потому, что мы выгодим время, а не потому, что он хорош. А когда ты приходишь в штат, даже если у тебя в университете были пятерки по всем предметам, тебя начинают просто возить очень долго и упорно. И объясняют тебе вот все. И только когда тебя вот, не знаю, через ежовую рукавицу тебя пропустили, много-много-много раз. Вот когда ты уже как бы оброс от этой корочкой вот опыта, тогда тебя можно уже впускать там куда-то в поле. И вот эта чуйка, она же не сразу происходит. То есть, когда ты сто раз перевел один похожий текст в одном контексте, ты понимаешь, как должно быть. 101-й раз тебе присылают, это там неправильная физика. Но ты же уже сто раз видел, как должно быть. И вот у тебя сомнения. А если человек не видел сто раз до этого, какое у него может быть сомнение? Это, ну, очень редко бывает так, что человек, может усомниться в чем-то. Но, опять-таки, если ты делаешь перевод и он смешной, вот для меня это главный признак. Смешной перевод, ребят. Смешной перевод у тебя сам ржу не могу, значит, что-то не так. Особенно маркетинг, это прям постоянно с английского на русский. Вот. Легко. Самому весело или там технику перевел, хуй, господи, как это так. Вот. Это явный признак. И вот эта смешинка, она есть у всех. Для этого не нужно опыт иметь. Для этого нужно просто временами считать неплохую, ну, неплохую литературу, например. А, ну да, вот коллеги пишут, что большой пул. Нет, у нас небольшой пул. Вот. Мы последние годы просто с бюро переводов работаем, которым мы даем какие-то языки, которым мы не владеем. Вот. А когда работали с фрилансерами, ну, там были какие-то проекты недолгосрочные. И я согласен, что нужно прокачивать фрилансер в том числе. Просто там была ситуация, что времени не было вообще. А прокачка фрилансера, она требует личного общения, на мой взгляд. То есть я дам человеку текст полностью переписанный и весь красный. Какое у меня будет после этого ко мне отношения? Ну, субъективизма. Там, Ваня сам утвердился на мой счет. Если я ему не объясню, почему я тут поправил. Вот. То есть без личного общения тут может быть просто, ну, негатив наложится и человек, вместо того, чтобы прокачаться, наоборот, будет к вам относиться иначе. Мне так кажется. Спасибо. Разумеется. Роман, поднимали руку. Спасибо, Иван. Да, хотел ответить на вопрос ранее, вот, насчет выпустить человека на перевод девчонки и не познакомиться с ЗАМи. Но по большому счету у нас, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я вот устраивался на работу, в принципе, альтернатив-то и не было. Да? То есть по большому счету ты приходишь в компанию и начинаешь работать. Единственное, тут, наверное, больше зависит от работодателя и, скажем так, от специфики деятельности. То есть, естественно, в лучших случаях у тебя появляется какой-то куратор, да? Тебя в первое время как-то вычитывал, проверяют. В случае, как у нас было на предприятии, у нас есть сетевая папка, где все переводы хранятся, у нас есть коллеги с большим стажем. То есть ты всегда можешь обратиться. На протяжении какой-то периода времени, да, естественно, переводы вычитывают. Но по большому счету, вот насчет нефтянки, ну, а как подготовить человека к нефтянке? Вот по большому счету у нас может высыпать все, что угодно. физика, химия, органическая, неорганическая, экономика, юриспруденция, все, что угодно, абсолютно. То есть ко всему не подготовиться. То есть по большому счету можно только, наверное, человеку дать какой-то объем информации, если будут вопросы, ищи здесь. Не найдешь, подойди, спроси. Ну, наверное, это самый лучший подход, потому что, опять-таки, это заставит человека шевелить мозгами. Причем очень активно шевелить и очень долго. И, скорее всего, именно позволит выработать привычку постоянно шевелить мозгами. Ну, и потом, ну, как мне кажется, да, конечно же, любимую долю в техническом переводе или в любом специализированном переводе составляет какая-то своя терминология, той же айтишечки, нефтегаз, нефтемия, все что угодно. Но в любой компании, если это компания, то есть компания, в которой есть штат, там есть бизнес-процессы. Все бизнес-процессы у нас более или менее они структурированы и понятны и прозрачны в стране, у нас, по крайней мере. То есть и подготовиться можно, потому что можно не знать какой-то термин, но понимать, для чего ты переводишь сейчас тот или иной текст и на что нужно обратить особое внимание, это тот навык, который вообще не зависит от специализации. То есть понимать, что договоры переводятся с тем, чтобы определить стороны участников договорного процесса, определить их обязанности, меры наказания и так далее. И выработать, и знать подход к тому, как переводить этот документ. Научиться работать с той же терминологией, понимать, какие есть источники терминологии, каким из них можно доверять, каким из них можно доверять, но проверять, а какие вообще нельзя использовать как доверенный источник, скажем так. И вот как пишет Анна, то есть нас любят, холят, лелеют и учат. В моей компании тоже было так. То есть мы действительно учили, мы никогда не кидали просто человека в ум с головой. я этим занималась только сама, когда вот я просто хобби у меня такой. Помните этот мем, где смотрите, как переводчик легко и непринужденно погружается в незнакомую тематику. Вот это, скажем так, мое хобби, мой способ выйти за рамки какого-то комфорта. Но тем не менее, то есть в принципе всегда можно было попросить какой-то помощи и понять, что, зачем и почему идет. и вот подготовиться к переводу какой-то типовухи, которая есть в любой компании, можно заранее. И если на моменте старта сотрудничества люди понимают, что вы, да, вы не знаете, что такое upstream, downstream, условно, да, там, нефтянки, но вы понимаете, как переводить одни типы текстов, как переводить стандартные тексты, как ты, вы понимаете, что есть какие-то шаблонные документы, вы умеете искать шаблоны документов, даже если вы с этим шаблоном документы никогда не сталкивались, да, ну, например, какой-нибудь опросной лист, да, то есть найти, каким законом он создается, что в него должно быть включено и как они выглядят по-русски и по-английски, если у нас рабочий язык английский, это же к этому подготовиться можно, потому что, к сожалению, вот я сейчас наблюдаю такую ситуацию на рынке труда, что выпускники вузов у нас приходят сказать, что они неподготовленные, это вот можно ничего не сказать, потому что они считают, что специализация начинается, когда ты начинаешь работать, вот только тогда, потому что вузы всячески сейчас пока открещиваются от специализации, есть, есть отдельные у нас звездочки, скажем так, первые, которые хоть как-то начинают специализацию включать, но в основном преподаватели говорят, что ну откуда мы знаем, куда пойдет переводчик, вот куда пойдет, и в общем-то это же можно оправдать, как я уже и говорила, я совершенно случайно стала техническим переводчиком, абсолютно случайно, то есть я не знала, что я зайду в эту компанию, но уже поработав, я ведь понимаю, что понимание того, как работает компания в целом, оно облегчает, поэтому когда вот в атомную компанию я пришла создавать с нуля отдел переводов, мне очень помогало то, что в целом я уже знаю и понимаю, по каким законам строится у нас опасное производственное учреждение, какая документация сопровождает это строительство, что происходит конкретно на каждой площадке, и вот это же вся информация, которую набираешь, ну либо с опытом, либо можно посмотреть и заранее к этому как-то подготовиться, допустим, на тех же курсах специализации, или на курсах не только специализации, но и на курсах перевода каких-то типовых документов, шаблонных документов, если уж не чувствуешь себя в силы самостоятельно с этим собраться, скажем так. Что думаете, коллеги? Мне кажется, в любом случае люди должны тренировать как-то навыки переводческие, на чем-то. То есть, чтобы их тренировать, нужно что-то переводить. В идеале вы переводите уже в конкретной компании, потому что отраслевая специфика, она даже от компании в компании разница. То есть, кто-то переводит прибыль как профит, кто-то как профит, кто-то там еще как, ну, по-всякому бывает. Вот, и то, что-то принято в одной компании не будет принято в другой. Но какие-то общие переводческие навыки, независимо от специфики отраслевой, как строится предложение, как оно должно быть там коротким или длинным, как вводные какие-то вещи выделять, убирать вперед или назад, как сделать так, чтобы предложение читалось нормально и было понятно с первого прочтения, чтобы ты там не буксовал в нем. чтобы это не было какой-то набором букв или слов, а было четким передачей смысла. Вот, это, мне кажется, тренируется независимо от родственной специфики, то есть, знание языка и умение переводить какие-то тексты даже из другой отрасли. я переводил тексты в аудите, я переводил аудиторские отчеты, отчеты оценщиков налогового консультирования, я пришел в IT, где совершенно все иное, но общая логика перевода она та же, то есть, как в аудите ты можешь сделать неудобовариваемый так и в IT, как в аудите может быть исходный текст некорректный, так и в IT, ну везде и в принципе мне кажется все равно на какой отраслевой специфике ну что-либо тренировать. Общепереводческие навыки они так иначе тренируются. Другой вопрос, если вы хотите какую-то отрасль тренировать, то нужно брать человека, который в поле работает, ну вот сейчас фактически работает с реальными текстами. И то в этом случае это будет экспертиза человека конкретной компании. Она будет не общая отраслевая, ну так или какая собственно разница какой текст либо это ассамблея он там не знаю декларация какая-то либо это просто описание системы резервного копирования. В том тексте вы можете тренировать себя как переводчика. И когда я смотрю на тест например человека я смотрю как он думает он попробовал он смысл передать или он просто взял три раза слово внедрение он три раза воин перевел например это тренируется если он пробует он думает он крутит предложение он хочет чтобы мне как читателю было приятно читать его текст он думает про меня про читателя не просто не просто я отдал текст и черт с ним он думает что этот текст он будет читать он кому-то нужен соответственно он должен читать должен быть приятно или полезно читать если если он об этом думает у него перевод кардинально отличается от 90% остальных переводов просто я как раз недавно только человека взял себе и меня по-больному я вижу как люди делают тесты под копирку просто гуглом переставляют два слова и все и думают что это нормально то есть машинный перевод он нам две же слова показал когда люди не знают они может не хотят думать может еще что-то и несложно понять вы реально считаете что мы вам дали тест который можно сделать гуглом конечно нет как мы иначе поймем что вы на реальном кейсе в боевую что вы проявите свои лучшие навыки а люди вот хоп у меня там не знаю 30 тестов одинаковых практически вот в одном предложении специально добавили слово реализация внедрение там развертывание три имплементейшна без проблем и даже ни у кого не екнул что как так ну например да вот так и живем ну коллеги эх слышите меня да слышно коллеги да да хорошо спасибо ну вот встает вопрос то есть специализация нужна или не нужна то есть я с одной стороны говорю что есть какие-то типовые документы с которых можно начинать да тыван говорит о том что не важно в чем специализируемся важны переводческие навыки ну а в целом специализация нужна или нет мне просто студенты вот в петербурге по осени я была на конференции ассоциации преподавателей перевод и студенты там задавали этот вопрос то есть что с одной стороны все им твердят что нужна специализация с другой стороны им говорят в штате вы будете переводить все как здесь быть специализация нужна конечно просто вы ее получите только тогда когда придете в компанию до того как вы устроились в конкретную компанию очень проблемно стать специалистом в чем-то у вас будет общий пул переводческих навыков представление о прекрасном что-то такое да но когда вы устраиваетесь в компанию да обойти компанию переводит бухгалтерию бывает то спорят что-то фактура она например отчеты какие-то бывают презентации бывают но это все айтишное и то есть когда ты работаешь у станка вот у тебя одна технология вторая третья один проехать четвертый пошел коллеги у которых есть это работа он тебе объяснил ты что-то понял пошел к специалистам информационного безопасности они тебе объяснили и вот твоя специализация рождается в процессе работы насколько до трудоустройства можно ее развить мне кажется это очень проблемно и не факт что вы войдете в ту же сторону это опять-таки как вот я себя сто раз проверил а ты достаточно компетентен чтобы себя сто раз проверять или тебе нужен человек который уже поварился там сайт лет в этой отрасли и может тебе сказать где так или не так как ты без этого получишь эту же специализацию вот и плюс переходить вот например я в специализацию IT наверное проблемно было переходить в вашу коллеги специализацию сейчас потому что это не так теоретически возможно но у меня уже явная специализация и на ней теперь вашу заботу если я пойду я буду практически с влиянием начинать при том что у меня общие переводческие навыки в принципе развиты то есть специализацию вы неизбежно получите в зависимости от вашего карьерного трека куда вы попадете в какую компанию или сякую там будете в финансовых рынках разбираться либо там в нефтянке либо еще в чем-то но ее получите только после того как попадете вот так на виду Лен что думаете нужна и если нужна то для чего я согласна вообще в этом плане наверное больше с Иваном что специализация конечно нужна наверное она нужна когда ты уже работаешь в какой-то сфере что-то для себя понял и выбрал и дальше ее развиваешь скажем так для наращивания скиллов вот а так вообще вот перед например студенческие годы я не знаю я вообще не думала о какой специализации например я хотела вообще художественную литературу переводить вот Галин как раз говорила что она вообще никак не может к ней подойти даже не думает об этом а у меня до сих пор иногда бывают такие вот но тут у меня стоял вопрос тоже куда я пойду работать например то есть я знала несколько просто конкретных мест где мне было бы интересно поработать и это были заводы а не издательства художественной литературы и соответственно технический перевод у меня был как бы мне кажется неизбежен то есть рано или поздно меня куда-то занесло на вот эту стезю естественно я пошла вот ну как бы не то что естественно скорее из-за того что я мне стало интересно я как-то углубилась в тему вот по нефтянке пошла но это могло быть все что угодно станкостроение там не знаю ламповый завод ну в общем в общем любая тема и я что хочу сказать тоже специализацию тоже да ты получишь когда уже начнешь работать вот другое дело что нравится тебе или не нравится ее может быть можно поменять в какой-то момент возможно когда еще ты там не сильно погряз в этом сейчас вот я например тоже уже не готова допустим куда-то в смежную может быть отрасль я могу пойти там в атомку или еще куда-то где терминология близко там к моей и допустим и так далее но кардинально конечно нет я не буду менять естественно вот как как вузе это вот не знаю обыграть я не знаю может быть действительно вот то что допустим общее для всех каких-то сфер деятельности должно быть допустим юридические документы они везде одинаковые там никак не меняются экономические те же самые счета и все прочее вот то что о чем Иван как раз говорил это же все одинаковое вот типовые документы там если там вдруг человек будет работать в бюро переводов он должен примерно понимать как обращаться с паспортами и свидетельствами рождения может быть тоже не знаю возможно не знаю может ли это может быть но нет вот и в принципе что-то такое общее наверное должно быть у меня не было вот у меня не было у нас была в основном какая-то чистая теория и очень мало было практики и поэтому я в общем-то так теория мне немножко помогала какие-то прям такие основы прям основ но практика которая у меня была в вузе она мне не особо помогла я в общем-то все практически с нуля для себя открыла скажем так вот и в общем не знаю наверное она нужна и она важна но человек должен сам понимать для чего она ему нужна хочет он зарабатывать деньги с этой специализацией потом или не хочет если не хочет то надо ее менять если ему не интересно например или что-то такое ну то есть так вот наверное да, Ива у меня вообще не было переводческой практики потому что я английский преподаватель вот тут наверное важно вот Анна спрашивает для чего надо специализация важно наверное поговорить о термине что мы понимаем по слову специализация если мы понимаем что я вот хочу переводить вот этот документ а другой я не буду потому что отнимая специализация то наверное не совсем то слово я бы сказал наличие каких-то технических каких-то знаний в определенной области вот которые эти знания в компании или еще где-то получаешь это не специализация то есть когда нам присылают не знаю про бигдату что-то мне коллег говорит мы в этом не разбираемся я говорю ну как-нибудь разберемся вот и так это обычно происходит у меня один есть паникер который все время говорит что все будет плохо а я его успокаиваю все будет хорошо мы берем текст в котором мы не разбираемся да он вроде как не в области наших знаний потому что специализация мне кажется довольно tricky white для этого вот и мы в нем разбираемся и идем дальше и наша вот эта вот область технических знаний она чуть-чуть расширяется потом мы берем что-то еще она еще что-то чуть-чуть расширится то есть если у нас что-то переводит что мы совсем не разбираем например медицинский перевод вот для меня это террин коммита то есть были ситуации когда вот коллеги рассказывали уезжать на конференцию и нужно помогать то есть переводить тезисы доклады еще что-то поехали коллеги на конференцию по медицине переводили про кадавров вот до сих пор они у меня стоят перед глазами вот я вот в это не полезу в принципе потому что ну я понимаю объективно что я сделаю плохой текст вот а какие-то вещи плюс-минус смешные да как вот у Елены технология там и еще что-то рядышком ну да попробуем спросим сделаем постараемся ну вот так Анна вот вы пишите в чате что вы не совсем об этом спрашивали поясните пожалуйста о чем вы спрашивали пока Роман будет нам высказывать свое мнение вам нужна ли специализация ну как мне кажется специализация должна быть ну не узкой как минимум а в идеале это прям такой широкий спектр да который может быть применен по направлению там технический да допустим какой-то профиль или медицина то есть опять-таки да то есть вот узко приготовить специалиста к тому что его ждет на МПЗ ну мне кажется в пределах университета но это маловероятно то есть это вот если полностью подготовленный переводчик который именно имеет все необходимые навыки переводчика тратит несколько лет чтобы стать хотя бы как мне кажется нормальным специалистом не говоря уже какого-то высокопрофильного высококачественного специалиста то вот для студентов вуза ну как по мне не представляется реальным вообще другой вопрос что какая-то скажем так так называемая специализация должна вам давать какой-то пул информации общей да которая относится к этому профилю которая может быть применима опять-таки наверное немаловажно да не забывать про остальные вообще от сферы познания вот очень тоже яркий наверное пример из жизни может быть это две противоположности да естественно у меня является основным языком английский в дополнительном языке немецкий но скажем так немецкий я не практикую и практически забыл один раз пришлось переводить ну это скажем не совсем официальный перевод но все-таки это у нас был турецкий язык и это медицинское заключение благо я хорошо учил латынь благо я жил два года в квартире где у меня сосед бы учился в меди я эту латынь слышал через стену каждый божий день для полного счастья я еще из семьи врачей поэтому в принципе мои знания латыни мне помогли перевести этот документ в целях ознакомлений да и вот антипод со всеми недавно сделали перевод по мотоциклам соответственно знания в этой тематике ну скажем так около нуля тем более немецкий но скажем так даже фоновых знаний там физики какой-то бихевиористики да психологии человека позволили скажем так сделать перевод ну намного менее проблематичным и менее страшным для меня и коллег чем это могло бы быть то есть вот именно такая ширина познаний как по мне должна быть прежде всего вот мне очень понравилась мысль Ивана о том что стоит определить что же такое специализация потому что в 98% случаев под специализацию подводят просто знание терминологии той или иной области знаний я считаю что это слишком узкий подход именно то есть в моем понимании специализация это знать что если мы придем в строительную компанию то там нам доведется переводить порта безопасности на материалы там будут заключаться договора и мы тоже будем переводить там будут обязательно бухгалтерская какая-то документация потому что за договорами следуют акты отчеты и потом естественно отчетностью какие-то органы фискальные если это строительная площадка именно то там обязательно будут какие-нибудь инструкции вводный инструктаж по безопасности без этого никуда и вот это понимание того что куда ты попадешь сейчас в компанию и что там встретится это уже прям такой весомый кирпичик в свою будущую работу с моей точки зрения и получить эту информацию можно конечно можно только на месте но можно заранее себе где-то подстелить соломку идя на работу в нотариальную контору можно понимать что там будем заниматься переводом типовых личных документов это виза это паспорта это справки всякие обучение об обучении это дипломы и так далее и так далее то есть вот этот я бы даже больше сказала информационный поиск он он всегда должен как-то предшествовать тому когда ты идешь куда-то на работу вот у нас сейчас нет представителей скажем так штата какой-нибудь информационной компании но вот если ты собираешься взять себе специализацию как фокализация то нужно понимать что из чего складывается работа локализатора из чего складывается работа переводчика авпшника что ему нужно знать какие программы какие какие тексты там могут встретиться и какие может быть подводные вот я больше по специализации понимаю это и вот этому можно мне кажется научиться и научить да терминологию мы собираем всю свою жизнь я думаю что коллеги не дадут соврать и сейчас все еще собираем свою терминологию да Иван рассказывал давайте чуть-чуть возьмем текстов по пикдата то есть ну а помимо терминологии существуют другие какие-то более общие подходы к пониманию вообще в принципе процессов функционирования и жизни текстов в бизнес процессах разных компаний вот этого можно учить ну или по крайней мере рассказывать подсказывать у нас Анна попробовала да Тайван да Галина спасибо я бы сказал что вы говорите это скорее такой психологический тренинг или не перевозчик потому что я бы понимал как как работает корпорация как работает корпоративная культура мне кажется тут про это больше когда я устраивался я был совершенно балбес то есть я даже не не заходил на официальный сайт компании не прочитал что она делает вот естественно это было совершенно недопустимо с моей стороны то есть такой вот ресерч можно сделать и за неделю за две недели до официального интервью заходите на сайт компании читайте про нее про ее область и вот плюс-минус в теме вот а я бы скорее был за какие-то общепереводческие вот тренинги упражнения когда давайте сегодня нефтикация по переводе ну просто завтра там еще что-то потому что мне кажется вне поля это довольно сложно именно как-то специализированный человек подготовить какие-то общие навыки люди приходят они не понимают что вот на почту мы отвечаем на общение 10 минут например целый день отвечать плохо или там еще что-то ну они не понимают какие-то вещи что вот если тебе прислали ну как бы вы в одной лодке нужно сделать или там или а я не буду или ты спрашиваешь человека что ты не сделал он начинает как студент такой ну тут у меня не получилось я там проспал ну друг это немножко не об этом возможно начинающий переводчик нужно какой-то такой тренинг проводить чтобы они понимали куда они идут потому что чисто по специфике техническим знаниям вряд ли немного наберут и вряд ли это ну мне это кажется это будет эффективно ну или можно объединять скажем так эти тренинги переводческие с психологическим чтобы быть уже немножко морально готовым к тому что произойдет Анна пишет нам что знания общее знание о подросле и о компании были важны уже до приема на работу из этого было тяжело написать два теста и пройти четыре интервью вот да об этом примерно я и говорю Анне когда мы идем в компанию в штат какой-то компания наши шансы получить место в этом штате значительно возрастают когда мы уже имеем какое-то общее представление об отрасли о компании как она работает ну да вот у вас она международная корпорация у нас допустим вот в моей отрасли в нефтьянке важно знать как работает нефтяная отрасль в России то есть хотя бы примерно понимать и представлять себе чем ты будешь там заниматься таких случаев как допустим когда Иван как он сам говорит что он пришел и он не представлял себе это же ну все-таки несколько редкие случаи да и скажем так можно немножко снизить элемент фарта в своей жизни если подготовишься чуть-чуть заранее вот в этом вопросе это вот с моей точки зрения вопрос в том обязательно ли идти в штат вот здесь коллеги как вы считаете чем чем хорошо идти в штат Галина ну я с вами согласен что надо было конечно снизить риски но я тогда был зеленый и вообще хорошо что фартовый ну потому и делимся потому и делимся этим опытом мы говорим ребята я повторюсь что штат главный в штате это обратная связь то есть это для меня в свое время да и сейчас тоже это главный фактор твоего профессионального роста обратная связь от коллег опытных переводчиков обратная связь от специалистов которые эту систему руками трогали утром а сейчас с тобой разговаривают и тебе просто каждый день показывают режим правки где ты не прав при этом в нашем случае ты можешь спорить с редактора ты можешь сказать ему нет я не согласен и он тебе объясняет почему он правил ты объясняешь почему он не прав и вот эти вот профессиональные разговоры они тебе позволяют расти еще быстрее когда у тебя ты можешь быть фрилансером ну не проблема но у тебя должна быть в любом случае обратная связь нельзя вариться только в собственном соку потому что ты не будешь иметь систему координат возможно после как у Елены после 10 лет в штате у тебя уже есть система координат у тебя есть представление о прекрасном которое ты не раз уже апробировал по заказу актерам заказчика актеров клиентов ты понимаешь что они примерно так же это видят и после этого ты спокойно работаешь один даже без обратной связи но до этого пока у тебя не появилась эта система внутри в голове вот этой чуйки там еще что-то профессиональные компетенции без обратной связи мне кажется никуда это первое и главное что должно быть и что штат дает в принципе по умолчанию по крайней мере в тех трех организациях где я работал я всегда ловил обратную связь да соглашусь соглашусь с Иваном на сто процентов потому что штат это очень хорошая стартовая площадка для выпускников например это во-первых обратная связь опыт возможность вот как бы тут и плюс и минус одновременно вот эта многостаночность это и плюс и минус одновременно это возможность побывать в разных ситуациях попробовать все виды перевода какие только возможно в любых так сказать обстоятельствах вот ну и зависит зависит от компании конечно но все равно это тоже такое достаточно распространенная вещь когда ты не можешь выбирать свои задачи из тебя задачи выбрали уже и ты идешь и делаешь просто и выбрать уже для себя что интереснее что лучше получается может быть в чем-то надо подтянуться может быть еще что-то это конечно важно очень опять же ну я вот например по своему опыту сколько я отработала в штате я поняла что допустим если сначала я тяготела к тому что мне нужен перевод непременно и хотела его немножко подтянуть то по прошествии какого-то времени я поняла что мне это абсолютно не нужно и мне это не нравится и меня это очень сильно выматывало и я перестала вообще как бы как-то пытаться прыгнуть выше головы скажем так то есть просто делала свою работу и когда я ушла во фриланс я сейчас полностью посвятила себя письменному переводу и я неимоверно счастлива потому что это вот то что я как бы наверное то чему к чему я шла наверное вот так кто-то наоборот не может жить без устного перевода им очень тяжело работать на фрилансе насколько я знаю вот то есть им нужно вот такое живое общение даже удаленная работа порой не приносит людям удовлетворения им надо вот крутиться кому-то важна вот эта офисная движуха вот это когда ты приходишь там завтрак перекур какой-то кофе там обед все вот это такое вот и тоже люди для себя выбирают что-то свое вот мне кажется что выпускник по крайней мере ну даже может быть не выпускник ладно бог там с ним человек который просто получил специальность переводчика должен попробовать штат прям непременно потому что это такая хорошая школа жизни да я хотел бы добавить по школу жизни то есть штат дает тебе психологическую зрелость которая очень нужна ну например ты приходишь ты понимаешь как люди взаимодействуют друг с другом в разных мессенджерах почте еще как как строится процесс как работает проект на управление какие бывают KPI соответственно потом ты понимаешь в принципе как работает все компании разные но плюс-минус процессы так или иначе как вот Галина говорил есть везде отдел кадров везде бухгалтерия и так далее и ты понимаешь как это работает потом уходя во фриланс даже ты взаимодействуешь с какой-то компанией и ты плюс-минус можешь покрутить понять как у нее это устроено для тебя это не что-то непонятное что-то совершенно не знаешь и соответственно когда у тебя есть этот опыт ты можешь выбирать можешь пойти в фриланс и ты уже примерно понимаешь что-то про своего заказчика либо ты можешь пойти в другую компанию и ты гораздо быстрее адаптируешься потому что плюс-минус ты знаешь как нужно взаимодействовать с людьми я не очень люблю движуху и слово о устном переводе я не хотел устного перевода но кстати ты не выбираешь то есть у меня по первости был большой мандраж когда были более старшие товарищи которые переводили гораздо лучше потом я стал тем более старшим товарищем и когда у тебя за спиной никого нет тебя прикроет то как бы мандраж уходит то все равно полагаться не на кого кроме себя и поэтому как успокаиваешься и вот последние полтора года устный перевод меня так нашел и так не держит цепко в своих объятиях что я вроде окружусь вы с этим не знаю что такое стерпится слюбится но даже не все удовольствие получать потихоньку ну по поводу того что в штате действительно не выбираешь это да то есть ты не выбираешь какой текст тебе переводить да можно учитывать склонности как мы в самом начале говорили могут учитывать у кого-то больше склонность к маркетинговому переводу у кого-то больше склонность к переводу инструкций но в принципе выбирать не приходится ты если кто-то не может сейчас выйти на устный перевод кто даже обычно этим занимается то в общем-то солдат ты должен быть готов то есть ты работаешь в том объеме в котором тебе говорят более того в штате же и не выбираешь сроки то собственно говоря по большому счету потому что всегда существуют более более весомые люди которые выстраивают всю проектную логику и да конечно же с переводчиками считаются но если сейчас вот пришел опять же как Роман рассказывал пришел срочный перевод который нужно выполнить здесь и сейчас то деваться некуда то есть ты начинаешь работать немножко в другом режиме тут всегда такая немножко полка двух концах у меня допустим во второй компании моей был директор которому когда я пыталась объяснять что скорость перевода переводчика зависит от таких факторов от всяких факторов и вот есть нормы он просто мне сказал такую фразу которую я запомнила на всю жизнь что заходя ко мне в кабинет забудь про слово стандарт переводческой деятельности просто про это слово сочетание мне мне пришлось тогда прям конкретно отстаивать свою точку зрения потому что там ставились нереальные сроки причем они были настолько нереальные что ну невозможно силами одного человека это выполнить было невозможно и находишь аргументацию причем штат мне очень нравится вот такой скажем так психологической подготовкой к какому-то модерированию что ли потому что ты не можешь директору сказать что ксу к чему поставу кулаком и сказать что я это делать не буду ну ты не можешь но при этом и сделать так как он это от тебя требует ты тоже не можешь если это физически невозможно и вот здесь вот эти вот какие-то как так называемые мягкие навыки да софт скиллы найти компромисс договориться объяснить что вот тут вот ты выйдешь возможно сверхурочно но сделаешь вот эту вот задачу но в следующий раз давайте подумаем как мне получить эту задачу в реальные сроки это очень важный навык и тоже он прокачивается в ходе именно живой работы роман какие еще плюсы вы видите ну про сроки прям за деле за живое на самом деле это ну скажем так у нас регламентирована да наша производительность условно говоря у нас есть категория сложности частично они скажем так описываются визуально составляющие текстов то есть непосредственно это какой-то кривой вытаскивающий скан или это хороший пдф документ который там взял пересохранил там быстренько распознал и так далее да то есть от этого естественно часть времени уходит на подготовку текста второй момент это непосредственно специфика текста у нас учитывается то есть это общий направленный текст узкоспециальный или вообще область новых знаний да то есть естественно продуктивность переводчика везде будет разная ну и плюс когда поступает ну вот самый наверное наш любимый был случай это когда в последний день перед новым годом в пять вечера рабочий день заканчивался в пол шестого в пять вечера прилетает от юристов документ 200 страниц должны были перевести вчера то есть должны были вчера пойти подписывать контракт ну что остается сказать ребят ну вы понимаете нас физически пять человек по нашим нормам мы тут будем делать целую кучу времени мы косьми ляжем но сделаем быстрее все что мы можем сказать то есть такого же рода полетать документы и от директората да то есть опять таки ну мы не можем в принципе поделиться на трое мы не можем никак не спать трое суток то есть какой-то разумный предел все равно необходимо скажем так заказчику изначально передать что ориентировочно за неделю но мы постараемся быстрее то есть все что мы можем в штате вот так вот сделать плюс на самом деле очень часто когда ведется работа одновременно и на площадке и в офисе ну помогает там скажем в некоторых случаях заехать там вот после площадки в офис помочь коллегам бывали случаи у нас есть специальный ноутбук выбилось окошко в полчаса в час пока вы ждете какую-то бригаду сели постучали но опять-таки по большому счету необходимо скажем так считаться с кем вы разговариваете но при этом считаться и со своими возможностями своими тоже интересами потому что ни в коем случае супергероями мы не являемся мы не волшебники кем бы ну с какой-то точки зрения мы волшебники но увы не во всем и по щелчку текст не переводится плюс еще для заказчика очень может быть важно донести понимание что такое перевод то есть опять-таки да перевод это не просто перевешь что написано ты должен понимать прежде всего текст ты должен понимать лексику это не мы не google translate если вы хотите быстро закиньте ознакомьтесь если вы хотите качество будьте добры подождите да иван да как раз хотел ну в принципе роман в конце сказал мой лайфхак благодаря развитию нейронных сетей когда ко мне приходит заказчик хочет сто пятьсот до вечера я говорю друг вот есть google я напишу большой дисклеймер капслоком что за качество мы не отвечаем ты получил то что ты хотел то есть сейчас у меня благодаря google может он когда мог в меч висит на себе переводчика поскольку развивается очень быстро но благодаря google и там машинного перевода я могу всегда что-то отдать пусть какой-то там бред но все равно я отдаю у нас тоже бывает роман как собственно у вас больная тема нужно было вчера это прям стандарт вот ну я обычно так договариваюсь как еще нет вообще смысла никакого из моей практики объяснять людям что привет ссылайте заранее не присылают я уже не объясняю то есть когда человек я говорю присылайте частями там еще не присылают у нас вообще обычно если несколько проектов параллель идет я говорю вот есть человек ему тоже очень надо давайте вы созвонитесь и решите кому из вас нужнее вы оба работаете на одну и ту же компанию вы оба зарабатываете для нее деньги если мы поймем что его проект приоритетнее значит так оно и будет например плюс важно проверять заявки на входе а точно ли это нужно то есть бывает такая ситуация к тебе приходит менеджер обычный менеджер умеет громко говорить и убедительно там что-то смотреть на тебя вот нам нужно для геймдева сделать что-то большая презентация на сто слайдов а ты потом идешь и выясняется у его руководителя что на самом деле это направление пока не развивается это просто инициатива этого менеджера вместо того чтобы грузить весь отдел на условно пару дней ты им говоришь друг а ты сначала тверди эту заявку своего руководителя а потом мы с тобой поговорим потому что мы не только про тебя мы про всю компанию мы сейчас закроем поток других заказов других задач более адекватно чем твоя потому что всегда люди будут пытаться продавить по срокам все то есть у менеджера это стандартная ситуация он приходит подрядчик он выбирает у него скидку сначала он приходит к внутреннему исполнителю он выбивает у него срок как может и в принципе психологические тренинги хороши для переводчика то есть ты не должен гнуться ты должен как-то конструктивно что-то предложить например вот давайте будет машинка мы легко вычитаем если тебя устроит либо мы сделаем тебе только вот эти первые три пуска у нас сегодня была история как раз таки делали ТЗ мы не можем сделать все потому что много давайте вот три блока которые мы будем обсуждать уже завтра остальное вы сделаете на следующей неделе вот так происходит когда люди опять-таки как Роман сказал понимают что такое перевод и какой они перевод хотят если им просто бумажка положить где будет латиницей написано хорошо у нас есть машины перевод для этого пусть это будет иногда бывает так что документы реально не нужны они просто должны быть какой-то строчкой где-то в тендере что они приложены никто их читать не будет зачем на это тратить время и более это трудозатрата для компании мы должны же должны тоже думать о том чтобы оптимизировать издержки как любые другие сотрудники потому что оптимизация издержек это фактически оборотная сторона заработать больше денег да согласна и вот это вот продоговариваться Анна тоже об этом пишет да нужно договариваться когда я работала машинный перевод в штате машинный перевод еще был далеко не на такой стадии развития но тогда больше работали кстати Иван вот эти вот попытки получить текст заранее даже какие-то типовые документы мы все время говорили ну вот вы начальник как руководитель отдела всегда присутствовал на всяких планерках соответственно и себе фиксировал что вот этот отдел планирует заключить такой договор вот этот такой а потом ножками идем к этому оде в этот отдел в начале этого отдела и говорим ну хорошо ты за это будешь писать еще два дня но остальные части мы пока их переводить переведем а ТЗ мы уже переведем когда будет готов но это вот умение именно где-то договориться где-то как-то скоординировать свою работу ну и опять-таки здесь очень помогает опять понимание бизнес-процесса кто делает какой отдел что делает как делает ну и мне очень нравится что сейчас мы уже говорим о том что перевод переводческий отдел это точно такой же бизнес-процесс в компании да и можно говорить о том чтобы можно популяризировать или распространять знания о том как работает перевод переводческий отдел переводчики в частности да по-моему Роман это напоминал что можно говорить и объяснять как работает из чего строится перевод и как его лучше организовать или как он будет оптимизировать оптимальнее работать да и по-моему это вот ваша идея тоже Иван когда обсуждали вопросы вопрос самопиара переводческой работы это нужная вещь да да я пару слов про это скажу когда вот вы говорите Галина ваш руководитель договорился он молодец то есть у него значит были прокачаны горизонтальные связи то есть он знал кто где я часто вообще не знаю я не знаю откуда у меня прилетит то есть у меня компания как Москва я вот знаю где моя работа знаю там условно где мой дом и где там ребенка забирать а остальные районы мне неизвестны просто соответственно я понимаю просто это вопрос еще масштаба конечно же потому что где-то вы в чате вот я сейчас листаю пытаюсь найти у вас в чате у вас в компании 3000 по-моему вы писали да да примерно так моей компанией было 800 человек то есть это немножко разных масштабов Анна допустим говорит что у нее поступают в работу тексты со всего мира да и компания куча подразделений буквально по всему миру то есть это это важный момент но в принципе можно что-то находить для себя какие-то варианты да вы же тоже учитесь оптимизировать свое время просто чем больше компания тем проблема самой пиара встает полный рост то есть тут вопрос в том что многие не знают что есть отдел перевода в компании не знают что есть переводчики в принципе они сами пошли засунули в гугл или там сами что-то в школе учили английский что-то сделали также они не знают что есть дизайнеры не знают что есть аналитики есть там контент-маркетологи ну просто бывает не рассказали и они выдают заказчику заеду плохой продукт и не получают контракт и все плохо вот то есть надо чтобы они знали что сапоги делает сапожник иди к сапожнику не надо самому не позорься друг вот если ты написал текст на английском хоть ты прям сто раз его знаешь ну покажи ну на всякий случай вот и какие-то тренинги мы тогда проводим коллеги то есть у нас вот сейчас английский клуб у нас есть такая штука то есть все кто хотят например по-английски поговорить мы их собираем там где-то на час в неделю они приходят мы разговариваем переводчики есть вот так вот как-то так вот то есть мелькаем во время переговоров чтобы нас и видели то есть вопрос не только чтобы нас больше знали а чтобы когда возникнет задача и люди понимали куда идти они делали это сами потому что ну эффективный механизм какой когда вот каждое дело колеса крутятся потому что они лучше всех умеют крутиться да там не знаю пушка стреляет потому что она лучше всех стреляет не надо пытаться пушкой крутить крутиться ей зачем ей тут нужно и наоборот как это сделать это прям проблема то есть в компании мне кажется это боль не только у переводчиков у многих они не понимают как донести во-первых информацию о своем существовании во-вторых о ценности потому что очень мало людей вообще понимают в качестве перевода и не очень понимают зачем им качество чем отличается хорошее от плохого ну то есть они это просто не видят часто и они не понимают зачем вот вы сейчас мне сделаете перевод ребят за 5 дней да я столько судя по вашей ставке денег потрачу из проекта я могу отдать за угол там делают в 3 раза дешевле даже в 10 раз дешевле вот у нас так делали мы потом переделывали сидели и когда заказчик отвергает документ вот так он бросает его да менеджер просыпается у него что-то щелкает внутри а до этого нет и это большая проблема что часто люди не понимают о каком качестве ты ему говоришь ну вот там вот google там же тоже такие же буквы предложения мобзации в чем разница да да очень даже осмысленные спору нет если текст изначально сделан машиной алгоритмичный простой то в принципе google с ним и справится и будет нормально но поскольку текст пишут люди и он не алгоритмичный не простой вот и переводить должны люди и желательно со знанием дела то есть получается самопиар и какой-то личный бренд он важен и не только личный в плане не в плане что вот она я переводчик Галина Богомазова а в плане что вот он я переводчик который может сделать для вас что-то хорошее и полезное вот в этом плане получается он важен не только в фрилансе но и в штате в том числе Лен как думаете не знаю у меня был противоположный опыт когда нам не то что себя пиарить нужно было а вообще прятаться приходилось от коллег потому что все знали что есть переводчики которые можно прибежать каким-то я не знаю там ну короче любой простите пук переписка иногда прям даже приходилось объяснять что да давайте как-нибудь может быть согласовывать время если вам что-то срочное нужно то вы хотя бы позвоните предварительно а не так чтобы там прибежали и вот стоят над тобой но возможно это тоже связано с масштабными компаниями потому что я не работала в мега крупных каких-то компаниях то есть допустим тот же самый завод он там ну тоже в пределах допустим офиса это там человек ну не знаю сколько там 300-400 может быть вот то же самое моя вторая компания это то же самое то есть там люди которые конкретно работают с переводами их не так много вот то есть они в принципе знают что есть переводчики что надо к ним пойти другое дело с чем они идут вот этот другой вопрос вот и у меня в связи с этим возникал другой вопрос насколько переводчик ценной единицы для может быть компании или для коллег в горизонтальном плане потому что многие думают что не знаю сейчас насколько это распространено может быть сейчас уже не так по крайней мере в мою бытность когда я только начинала работать считал что человек вот переводчик это примерно человек где-то ну не знаю если не на уровне обслуги какой-то то по крайней мере где-то вот прям очень близко не знаю почему так сложилось у меня первое время было очень тяжело бороться с таким отношением именно вот со стороны начальства может быть из-за того что это была вот я я вот именно я сама была новая штатная единица в в этом департаменте и народ еще не совсем может быть понимал как бы функции потому что до этого не было такого наплыва скажем так англоязычных документ документации и работы вообще в принципе с англоязычными партнерами вот со временем это как-то пришлось мне немножко переступать через такое вот отношение но потом оно немножко выровнялось вторая компания была совсем не такая там изначально иностранная компания экспатов много и у них в этом плане было все лучше гораздо вот вот ну вот не знаю в общем не знаю не сталкивалась я с такой про то что про то что переводчиков принимали немного как за обслугу это действительно ей было такое но по-моему сейчас этого нет совершенно и самое главное это все больше уходит чем крупнее компания тем это больше и больше уходит именно поэтому я считаю что вот этот вот нести скажем так знамя переводческое знамя высоко важно вне зависимости от масштаба той компании в которую вы попадаете в штат это вот моя глубокая убежденность что правильно позиционировать себя очень и очень важно то есть что вы не просто пришли ну вот как ко мне допустим было отношение вот у нас переводчик она нам чаю и нальет но именно что я я могу налить чаю но не так что это моя основная функция здесь на этом совещании я сначала выполню свои рабочие функции а потом если у меня будет останется еще это желание я вот даже поухаживаю скажем так за нашими гостями из-за границы вот примерно вот так поэтому я считаю что вот этот вот какой-то самый пиар в масштабах компании или же даже возможно за масштабами он ваш роман как ну у нас скажем так ситуация наверное промежуточная ну у нас грубо говоря штат там порядка 12 тысяч человек достаточно крупненькая МПЗ и я наверное попал в переломный момент когда люди начали приходить к осознаванию кто мы что мы и зачем мы но еще не все знали с такими людьми я тоже встречался в своем практике но очень часто ну по крайней мере я может быть силу своей просто дикой удачи попал в такие очень казалось бы глупые ситуации которые раз всегда ставили точку нот и кто я такой и зачем я нужен когда во время совещания один старый поворачивается говорит валера ты это туда сюда биби бабам все и весь стол смотрит на меня как на идиота а я тот самый идиот который знает что такое бибим что такое бабам и что такое туда-сюда все то есть вот именно после таких эксцессов да наверное начинают действительно оценить переводчика слушать переводчика самое главное как для меня наверное за столом уделять внимание тому что я существую иногда нужно прерваться иногда можно сделать какую-то паузу в принципе и в обратную сторону когда иностранцы да тоже пытаются как-то общаться тем не менее бывали казусы когда кому-то не хватало буквально какой-то мелочи чтобы понять реальный смысл смысл самой фразы вот что-то ускользало у людей буквально подходит переводчик одно-два слова вот тогда у всех наступает прозрение вот только после таких случаев которые потенциально могли привести к жертвам либо к серьезным финансовым затратам вот только после таких случаев начинают как-то прислушиваться ну по большому счету переводчик единственное что может это наверное на ранних парах это чтобы показать свое место это просто проинформировать руководство что если у вас есть какие-то такие международные действия учтите что ошибка может быть дорогой для этого есть мы давайте введем какую-то процедуру или может просто на сайте нашей компании для внутреннего коллектива сделаем рассылку рекламку или по почте рассылку устроим хотя бы однократно то есть только вот так вот с этим нужно бороться и доказывать на самом деле действительно доказывать свою незаменимость спасибо большое коллеги за ваше мнение у нас в принципе примерно вышло время и я сейчас просматриваю наши вопросы скажите скажите все ли мы обсудили да вроде как вроде как все по моему мнению по моему списку да многостаночность все мы все равно многостаночники и можно к этому и подготовиться как мы уже обсудили заранее или хотя бы даже для того чтобы повысить свои шансы да можно конечно же обрастать какими-то новыми функциями и задачами которые ты умеешь делать в процессе специализации но можно и заранее вот такой выбор скажем так сошлись вроде как мы с коллегами и никто в чате не возражал о том что можно бы и повысить свои шансы подготовившись несколько заранее изучив процессы того что происходит в той или иной отрасли куда бы мы не поступали не заступали даже если у нас этого не было в позе коллеги что-то хотите добавить может быть ну наверное нет потому что эту тему можно разговаривать долго на разом конечно но мне кажется основные какие-то моменты именно про штат мы сегодня как раз таки обсудили то есть какая специфика что приходится делать какие психологические штуки тебя там ждут вот почему он хорош что с него неплохо бы начинать расти профессионально и почему мне кажется основные моменты посвятили спасибо большое хорошее резюме такое да я могу только поддержать могу Ивана вот потому что тоже думаю что штат это очень хорошее я вот тоже уже говорил об этом хорошая стартовая площадка для людей которые учатся на переводчиках сейчас и может быть они даже не рассматривают такой вариант думают что они будут сидеть дома и что-то переводить в обнимочку с компьютером но на самом деле было бы неплохо начать со штат а потом уже идти куда-то дальше согласна поддерживаю что бы я сказала студентам в общем вот так вот Роман я честно говоря тоже не могу не согласиться с ранее всем сказанным да штат это просто феноменальная база наверное для жизни такая переводческой ну и плюс наверное вот площадка в штате какой-то компании вот это то что потом всю жизнь может выручать да и спасибо большое нашим участникам которые очень активно писали нам сообщения и задавали разные вопросы если у вас еще остаются какие-то вопросы вы всегда их можете написать организаторам спасибо про translation которые дают нам площадку для обсуждения очень важных этих всех вопросов мы обязательно будем отвечать на них и приглашать еще наших уважаемых пикеров и модераторов спасибо коллеги спасибо всем и хорошего остатка вечера спасибо спасибо Продолжение следует...